Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Тайное и важное послание ангелов на сегодня. В этот особенный день ангелы напоминают вам о силе внутренней гармонии. Они желают, чтобы вы нашли равновесие между своим сердцем и умом, между действием и покоем. Этот день благоприятен для саморефлексии и поиска мира внутри себя. Пусть в вашей душе царит спокойствие и умиротворение, позволяя вам принимать решения с ясностью и целомудрием. Изобретайте свой собственный ритуал гармонизации, так вы сможете ощутить тихую поддержку ангелов, которые всегда рядом, предлагая любовь и защиту. Аффирмация на сегодня такая. С каждым вдохом я впускаю гармонию в свою душу, и с каждым выдохом я отпускаю беспокойство. Я ценю тишину, которая наполняет меня мудростью и покоем. Я в гармонии с собой и миром. Ангелы направляют и поддерживают меня на каждом шагу. Вот повторяем один раз и вы заметите, что данные слова обязательно дадут вам возможность многое поменять в своей судьбе. Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как магия числа 29 дает и защиту, и определенные ограничения. Почему этот день так важен? Таинственное значение цифры 29 охватывает всю энергию. Давайте с вами рассмотрим обращенный к земле лицованный. Оно всегда одно и то же. Именно такова ее сущность. Однако числа проявляют себя в материальном мире немного сложнее и не всегда однозначно. Их аспекты могут быть предметом легенд и рассказов. И позвольте мне сегодня вам раскрыть суть числа 29 и убедить вас в его способности нести удачу. Вот подумайте, как часто число 29 встречается в вашей жизни. Возможно, это ваш день рождения, номер вашего телефона, номер вашей квартиры, номер автомобиля. А может быть, вам сейчас как раз 29 лет. Карма общается с нами через число 29. Словно говоря, будь бдителен, и я остаюсь поблизости. Я вижу всех, кто добивается заслуг. Твои старания будут оценены, но вознаграждение будет точно соответствовать твоим делам, ни больше, ни меньше. И я сама прислежу за этим. Вот такое послание кармы от числа 29. Эта цифра также имеет особое значение в контексте кармической астрологии. Вот возьмем пример. Представьте, что вы идете по улице, обдумывая, как оплатить знакомому за его подлость. И вдруг мимо приезжает автобус номер 29. Нет ли послания от Вселенной? Знак указывающий, что судьбинушка сама все видит и накажет обидчика без вашего вмешательства. Люди, родившиеся 29 число любого месяца, обладают инстинктивным пониманием причинно-следственных отношений. Некоторые из них склонны проигнорировать внутренние чувства и таким образом наткнуться на жизненные трудности, пока не научатся прислушаться к своей интуиции, в то время как другие осознают более быстро и используют свой дар прозорливости для формирования собственного будущего, осознавая закон, что посеешь, то и пожнешь. Те, кто пришли в этот мир 29 числа, отличаются многогранностью и живостью. Они ценят разнообразие задач и путешествия. Эти люди полны деятельности и упорства, и если они и падают, то лишь чтобы подняться и идти вперед, не склонны углубляться в самосожаление. Если ваш ребенок родился на 29 день, воспринимайте его как заслуженный дар. Он воплощает именно то, что вы заслужили. Ну а теперь давайте разберем сочетание цифр в числе 29. Соединение двойки и девятки. Символизирует особую чуткость, прозорливость и умение услышать замыслы высшего сознания. Для тех, кто умеет различать тихий голос интуиции и определенные звуки иллюзий, цифровой код 29 предстает как символ истинной силы. Продвигаемся далее. Мы видим, что двойка девятка вместе дает число 11. Число 11 открывает двери в мир магии. Оно пестрит разной энергии и способностью изменять реальность у силы мысли. Тем, чьи дни рождения пришлись на 11 или 29 число, стоит учиться осознанно обращаться с собственными желаниями и пожеланиями. Достойно внимания, что цифры не существуют в изоляции. Они выступают в контексте других чисел, меняя значение мозаики жизни. Аналогично химическим элементам цифры усиливают или ослабляют влияние друг друга. Итак, для одного человека число 29 окажется самым удачливым, в то время как для другого она может остаться просто одним из многих чисел. Значение 29 числа в датах рождения по месяцам. Эти даты несут себе выгодные коды к индивидуальной мощи. Так, например, если вы родились 29 января, то вам нужно обязательно искать истину. Если вы родились 29 февраля, то обязательно развивайте в себе интуицию. 29 марта – у вас есть богоприятствующая судьба. Если вы родились 29 апреля, несмотря ни на что, просто действуйте. Если вы родились 29 мая, ваше слово имеет вес. Если вы родились 29 июня, вы можете открыть для себя новые дороги. 29 июля – цените своей жизни гармонию и равновесие. 29 августа – пусть ваше обаяние служит общему благу. Если вы родились 29 сентября, то обязательно стройте и творите, не стесняясь ломать устаревшее. 29 октября – демонстрируйте свои способности. 29 ноября – создайте теплый огонек уюта и красоты вокруг. Ну а если вы родились 29 декабря, берите инициативу и ведите вперед. Для тех, кто встречает свой личный праздник 29 числа, как никогда важно оставаться верным истине во всех обетах и словах. И тогда карма и судьба ответят богословением. Вселенные делятся на числа, которые по своей сути нейтральны. Они служат каркасом для описания действительности. Тем не менее, мы, созидающие намерения и люди, придаем им значимость и силу. И в течение эпох мы магнетизируем числа, отчего они приобретают особую энергетику и становятся… Берем лавровый лист. Возьмите целый неповрежденный лавровый лист. Он символизирует мудрость, успех и очищение. Определите для себя, какие именно аспекты вашей кармы вы хотели бы изменить. Далее, на этом леске напишите число 11, используя небольшой красный маркер или ручку. Число 11, как вы уже знаете, является мастер-числом, связанным с интуицией, духовным пробуждением и кармическими уроками. Далее, когда вы написали, возьмите лавровый лист в руки и скажите. Две единицы стоят бок о бок, как двери ворот в новый путь. Силы лавра – знака мудрости, я открываю двери перемен. Силу слова своего посылаю, поток судьбы своей меняю. Прошлое я отпускаю, в будущее уверенно шагаю. Новый путь, новая сила. Число света мне помогает. Судьбу мою меняет, светлую дорогу для меня открывает. Вот говорим один раз, этого достаточно. Далее, освободите свои намерения после того, как вы проговорили. Достаточно просто сжечь лавровый лист. Все, позволяя дыму унести ваше намерение во Вселенную. Либо же вы можете положить лист под подушку, чтобы ночью он работал с вашим подсознанием, а на следующий день его сжечь. Вот такая практика обязательно позволит вам принимать активные действия в своей судьбе и менять свою судьбу к лучшему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова